всем привет очередное видео про наши косилки я не смотрел что у нас две польские косилки вирекс они разница их в том что они куплены просто одна раньше другая почта в 3-4 года значит вот этот ближе к нам стоит это новая косилка мы ее только после нового года купил дальше там она метр восемьдесят пять автора это стоит метр шестьдесят пять мы и уже косили и она мне нравится из-за этого я купил и вторую чтобы две косилки на мтз поставить и косить метр шестьдесят пять я косил на т-25 спокойно он косит но неспокойно тяжеловато ему разгонять ее но потом уже нормально он косит безупречно то есть все мне нравится бреет она очень низкий срез но это хорошо и не хорошо это другой вопрос но прокос у нее очень очень качественный за все время кошения то есть я выезжаю я с трактора вылазил два раза с 1 это приезжая на поле разложиться второе это сложится то есть больше я не вылезаю так как перед выездом смотришь ножи приезжаешь тоже смотришь ножи целые не улетели не если какой-то экстренного случая не произошло значит косишь как я сказал два раза это разложиться и сложиться то есть все развороты повороты взад вперед все она косит все все она бреет идеально мне нравится единственно недостаток на мой взгляд это то что она кладет сено в волок и в начале сезона где-нибудь в начале июля это не очень хорошо потому что приходится его ворошить и потом только сгребать и рулонить или киповать разницы нет убирать а уже в августе когда более-менее почва влажности меньше почва просохлась и трава уже более такая как сказать не сочная стоит то уже не приходится ворочить эти волки допустим мы утром скосили на следующий день к обеду я прогреб волки сгреб и вечером уже можно рулонить это сено ну ладно это для тех кто думает покупать не покупать такую косилку для для моего подписчика он просил меня снять это видео и более подробно рассказать о том что происходит с ножами правильно был вопрос говорит у нас вылетают эти ножи у нас тоже они вылетают и мой на мой взгляд то есть вот это вот крепление она из менее качественного металла то есть я бы в принципе подкалил их закалил бы этот металл либо тут такие бомбышки стоят их маленько под резал тогда он вот эта штучка выдвинется сюда ну вот вопрос в чем был в том что точно такая проблема и у нас вот рабочие тарелки то есть они уже работают эти тарелки года четыре скосили они не меньше 200 гектар то есть что с ними происходит вот его это крепление ножа который мы отгибаем съемника она как бы прижимается к верху съемник и вот она видим что она как бы жесткий металл и она двигается вот мы догнули и заменили ножик эта часть она от кошения от встречи с препятствий то есть какие-то веточки кротовые норы то есть земля она начинает стачатся сейчас посмотрим вот здесь уже больше и вот уходит в бок бывает вот видят здесь а вот допустим на это он она вообще вниз ушло и при кошение при каком-то ударе она еще больше вот опускается и нож улетает вот вот здесь какой выход сейчас я покажу выход конечно это просто поменять эту часть потому что она часть крепления ножа она продается и без проблем ее можно поменять вот я купил а вот у меня есть запасе вот так они выглядят на мой взгляд я бы закалил бы вот это место прогрел бы сделал вы жестче и чуть-чуть подрезал бы вот эти стойки потому что вот эти стойка вот так она стоит вот она метр шестьдесят пять и метр восемьдесят пять метр тридцать пять не буду говорить а крепление ножей у них одинаково вот эта часть она упирается сюда и как бы больше выходить выступать этому держателю ножа не дает я бы чуть-чуть снял бы и подкалил бы их потому что все таки мне кажется это эти вот не оригинал но хотя на новой косилке также стоит вот видать что токарным станком и здесь у меня тоже сама стоит так что большая доля вероятности что это на заводе такие их и ставят либо подкалить либо вот этот пенек поменять а поменять вытащить другой и и все и на этом весь ремонт так что как-то вот так ну вот эта проблема про которую мы говорим она есть то есть при ударах как бы она уходит еще пониже нож слетает у нас на одной одной тарелке есть я купил заранее верхние барабаны верхнюю тарелку на метр шестьдесят пять и нижнюю что про запас были потому что в сезон сезон бывает такое что запчастей можно неделю две ждать брал я в м агро белгороде или агро доставка это называется она я у них беру запчасти и косилки покупал без проблем высылают там с какой-то предоплаты потом приходит в транспорт на все оплачиваешь тебе транспортная отдает эту косилка косилку брал у них вон этот обмотчик брал да много грабли брал те и одно и это крыло этих два то есть по возможности все что было новую сельхозку я брал у них так что да уже полностью закончил это видео этот не до рассказал как мы выходили с этого положения то не снимаем и ничего не делать самый легкий способ это почему происходит это все потому что вот этот держатель ножа он стачивается стачивается и начинает туда падать ну во первых это ломиком подогнуть это все понятно мы брали ставили нож и тихонечко сюда наваривали то есть просто электродом сваркой эту бабушку делали чуть чуть выше чтоб она ровно по тарелку становилась то есть нормальный сварщик поверх на варит и самое главное чтоб можно было нож поменять и все как только она вот этот нож держатель выровняется вместе с тарелкой улетание ножей прекратится это самый легкий способ тяжелее надо снимать нижнюю тарелку и менять значит токарю заказать и поменять если не менять все держатель но я купил они у меня есть я просто их поменяюсь и все так что как-то вот